А у тебя, получается, уже прям готовые есть, да, вот, полностью начатные? Более того, один из них продается в интернет-магазинах, приговоренный, а Максим Дымов может забить, посмотреть, если лучше интересно. Офигеть, ребят, слышали? И снова здравствуйте, друзья, с вами канал Тифлолайф, и после такого небольшого перерыва мы возвращаемся в эфир, возвращаемся, так скажем, на пути знакомства с людьми, с необычными такими судьбами, как бы это громко не звучало. Меня зовут Рабадан, и очередной лайфкаст. Этот лайфкаст мне вдвойне приятно проводить, вдвойне мне будет приятно общаться с нашим гостем, потому что этого человека я знаю уже больше трех лет, и с этим человеком мы проучились в Кисловодском медицинском колледже, поэтому мне с большим удовольствием хочется представить вам моего друга, однокурсника и коллегу уже, получается, Максима Андреевича, так скажем, да, официально? Да. Макс, привет. Всем привет, привет, Рабадан. Да, это я необычный человек, как ты сказал. Да, Макс на самом деле очень необычный человек, я его знаю по натуре, внешне кажется, что в принципе ничего особенного, а на самом деле есть такая некая изюминка скрытая в этом человеке, которая такая, как бы, тайна, что ли, я бы сказал, в тебе такая зарытая, которую я вот за три года, ну, не смог раскрыть. Может быть, ты с ребятами, когда вы там проводили хорошо вечерочки, как-то раскрывал её? Мой Рабадан тебе её начинает нанесать. Ну, возможно, может быть, ты и прав, да. Ну, Макс, смотри, у нас такая традиция, вот, у нас есть новый, такой, список вопросов, которые мы с моим коллегой составили, его зовут Владимир Полников, ты его пока не знаешь, ну, ты, наверное, слушал записи, вот, первый подкаст, мы с ним, мы вели лайвкаст, мы вели с ним, вот. И у нас первый вопрос заключается в том, чтобы ты немножко рассказал о себе. Расскажи нам, Макс, кто ты такой, что ты есть вообще, с чем тебя кушают, в общем, ну, вот, что-то в этом таком, что-то в этом вроде. Да, что есть, я не знаю, вот, говоришь, необычен человек, я себя лично считаю вполне таким обычным человеком, ну, со зрением у меня из детства проблемы, то есть лучше я никогда и не видел, не знаю, как это по-другому. Так, подожди, 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 это на следующий вопрос. Ты сначала расскажи немножко, в целом. Я издалека, издалека начал, видимо. Да, да, да. Да, в целом, что, обычный человек, отучился, работаю, и ничего особенного, а творческий, пишу, это какое-то основное, такое хобби. Какое-то материал сделать, вывести. Вот, и получается, у нас мейкоп, правильно же, Сергей? Ну, да. Вот, работаешь в поликлинике? Да, в поликлинике. Я работаю с Анатолием, Макс работает в поликлинике, вот такая вот наша участь массажистов. Вот, поэтому, друзья, приходите, если вы из Майкопа, приходите к Максу на массаж. Да, да, приходите. А как тебе вообще, Макс, вот после учебы твоя жизнь как-то изменилась, вот что-то такое поменялось, вот, скажем, ты чувствуешь себя каким-то взрослым, или же чувствуешь на своих плечах какую-то теперь ответственность там за пациентов, или же ничего не изменилось? То есть, и как был евреем, так и остался, с понедельника по пятницу живешь, идешь в субботу с воскресенья. Да, нет, ну, почему? Изменился, в первую очередь, я сам за эти три года довольно сильно. Ну, еврейская матура, она, конечно, осталась, но немножко в другом. Немножко в другом. Я не жду выходных, потому что здесь, в этом Майкопе-то, уныне, здесь ничего не происходит на выходные, поэтому ждать их смысла нет. Но их можно ждать, чтобы просто отдохнуть, я, в принципе, так и делаю. Ну, знаешь, у меня как-то, пока выходные от будни отличаются довольно мало, поэтому вот так происходит. А, ты говорил, ты на полставки, да? Да, так что работаю я пока не сильно много и отдыхаю не сильно много. О, блин, а к нам так заехало много людей, точнее, массажистов отправили половину в отпуск, и мы теперь работаем, как, я не знаю, как в шахтах, короче. У нас почти нет свободного времени. В общем, вот такая вот загруженность, декори мести неожиданная, но это не главное. А, говоришь, вот ты получил диплом, вот, после того, как мы в этом году с тобой окончили колледж, сколько времени ты бездельничал? Так, ну, закончили мы, напомню, это было, кажется, начало июля, да, начало июля, да, начало июля закончили. Ну, я пошел устраиваться на работу сразу, и я мог, в принципе, выйти числа с 10-го с 12-го, но я выйти не мог, потому что, ну, своим обстоятельствам нужно было отсюда помогать с откачкой, но да, с вот этими всеми тяжелыми делами. Поэтому вышел я 31-го июля. А этот вот 6-го? Ну, так что не так, чтобы долго бездельничал, мог бы, в принципе, и раньше выйти. Ну, прикольно, прикольно. Как ни странно, я еврей и не бездельничал. Не, когда мы говорим, я хочу отметить, что когда мы говорим о еврейской натуре Макса, это мы не подразумеваем, что он по-настоящему еврей. У него просто душа еврейская, вот. Да, да. Характер, он, знаете, он за 3 года, он практически ни на одну субботу не появился. Ну, если что, на парах я имею в виду, разве что, если там какой-нибудь, я не знаю, зачет по какому-нибудь предмету, там, или див-зачет. Вот только тогда можно было Макса увидеть субботу на парах, это вообще была жесть. Отлично. Вот, ну это да. А как Иришка тебя любила-то, Иришка? Ой, Иришка, как она заставляла меня носить весь костюм, а не половину от него. Да, вот. Теперь вот как раз-таки к тому вопросу, который ты хотел подвести, связанным со зрением. Конечно, неприятно об этом говорить, ну, как неприятно? В принципе, мне-то пофиг, если честно, когда меня спрашивают. Если честно, уже раздражает, знаешь, вот такой вопрос. Меня часто в санаториях спрашивают, а операцию не делал, да? А лечить не пробовал, да? Не лечится, да? Да блин, ну, если бы лечилась, если бы это как-то помогало, что делал? Я бы сидел бы, что ли, сейчас стоял, массировал бы, что ли? Ну, как бы по-другому же жизнь завернулась, расскажи. Очень знакомая тема, очень. Начинаю спрашивать, как будто я сам ничего не пытался делать, как будто вот сижу и не чешусь. Че, про этого у финского, этого профессора постоянно, этого Мурдашева, или как там у него фамилия, пытаются постоянно толкать. Он там, мол, умный, хороший. Это че он, Настя оперировалась у него и особо она никаких улучшений не увидела. Поэтому я не вижу смысла. Кстати, Настя, это тоже моя одногруппница, и это некий такой тизер, да? Ждите именно и с ней тоже обязательно будет у нас лайфкаст. Тоже очень классная девушка, тоже очень многого добилась. И я думаю, что с ней тоже будет пообщаться и интересно. Вот, так, Макс, смотри, вот очень интересный вопрос тебе, назрел. Вопрос из личной жизни. Вот за три года я из того, что мы с тобой учились вместе, и ни разу тебя не видел рядом с девушкой. Ну, Миша не считается, Миша не считается. Ты понимаешь, вот какие-то мысли все-таки идут, потому что вот за три года вот ни разу, вот кроме Мишки, ни разу. А вы знаете, как мы называли Макса в колледже? Вот Макс постоянно с первого курса, ну, у нас же ребята слабовидящие, и друг другу помогают постоянно. И Макс постоянно ходил с нашим одним однокурсником. И мы их прозвали Лёлик и Болик. Так вот, разве же наши сомнения-то? Ну, твои подозрения будешь смело куда-нибудь подальше убрать, потому что... Ты хотел сказать засунь, наверное, да? Я стараюсь в эфире, так сказать, выражаться вежливо. Да, ну ладно, ладно. Я не из этих нехороших людей, ничего плохого не имею в виду, но... Не из Ги-юг, да? Не из Ги-юг, да ты? Да-да-да. Голубять, это не мое. Хорошо. Но почему не видел меня ни разу с девушкой? Ну, у меня не было отношений в колледже, потому что, честно говоря, я такой человек, что если уж заводить именно отношения, то это должно быть прям вот прям серьезно. и целенаправленно кого-то искать, там вот... Ну, я не знаю, большинство для чего заводят отношения? Для секса. Ну, вот. Вот, пожалуйста. Ну, мне кажется, это не совсем, честно, не совсем правильно, и так я не хочу. Я найду альтернативные способы. Какие? Не тот, который ты подумал, не тот. Что у тебя в голове? Я не знаю, Робода. Что же в твоей бородатой голове происходит? Ну, это не тот способ, как ты подумал. Ну, хорошо. Хорошо. Так, ну, знаешь, если честно, если говорить серьезно, тебе респект, потому что не каждый молодой человек может вот так сказать, вот так относиться к этому. И я с тобой полностью согласен, девушка это не какая-то вещь. девушка это не какая-то вещь. Скажи? На одноклассников, посмотри, сколько у нас вот в отношениях было, и не все удачи-то, не все как-то... К сожалению, ты прав. К сожалению, ты прав, дружище. И мне прям очень-очень жалко, потому что доходит то дело уже... Ну, не будем, да, говорить об этом в эфире, потому что послушают, будет неприятно. Вот, да, и как бы думают просто не тем местом, которым надо думать, когда ты, когда начинают заводить отношения. Ну, да, да, я знаю. Я тебя понимаю, Макс, и тебе респект за это, потому что, я же вот опять же повторяю, что не каждый человек так относится к девушкам. Девушка это не вещь. Девушка это прежде всего человек с таким же сердцем, с такими же эмоциями, чувствами. И вот так... Конечно, есть разные девушки разных категорий, да, и то же самое можно сказать и про парней. Но надо быть, надо стараться быть... Надо стараться входить в категорию тех парней, которые все-таки остаются парнями, да, остаются людьми, а не превращаются в животных. Вот так скажем. Согласен с тобой. Я лучше буду выслушивать подобные вопросы, чем изменить. Красавчик. Скажи, а вот мы говорили с тобой о работе, вот такой вопрос у меня в списке еще один есть, назрел. А тебе трудно было устроиться вообще на работу? Какие-то трудности у тебя вставали с трудоустройством? Допустим, видишь, я, например, читать, писать, не могу, мне сложно было. И мне вот прям повезло в санатории, что вот у нас есть специальная медсестра, которая вот просто нам пациентов записывает в свой журнал и, короче, сама все распределяет и к нам просто пациенты проходят по записи уже с книжками, вот я на такое-то время. А у тебя как с этим обходилось дело, происходило дело? Вообще, как ты искал работу? И опять же, трудно ли было тебе устроиться на эту работу? Ну вот и все, вот в этом духе. Ну, я понял. Ну, смотри, я практику начал проходить в этой же поликлинике, она просто ближе к дому. И я стал проходить практику, ну, это практики, ничего писать, как бы там мне не надо было, они-то, ну, начальство, массажисты увидели, что я нормально работаю, ну, что я умею. Пошли уже тогда слухи по поликлинике, что массажист туда-сюда. А потом я пришел устраиваться, и проблем, честно говоря, никаких не было. Единственная проблема, что нету места, но меня взяли с надеждой, что строилась новая поликлиника, и что у нас должны были распределить, добавиться кабинеты, места, меня взяли с надеждой на это, вот там. Вначале я работал во время отпусков, друг за другом у массажистов шли, отпуская, я вот на подмени, типа вот, был. Ну, в итоге поликлинику построили, открыли, а я все так же здесь. Мест не добавили, но никто меня никуда не будет, и я вот со ставки на полставки перебиваюсь потихоньку. А про трудности, что писать, не писать, ну, приходится просить, потому что часто приходится писать заявление о переходе на ставку, к примеру, на время отпуска какого-нибудь массажиста. А сами писать не помогут, а приходится кого-то просить. Ну, в принципе, люди довольно понимающие относятся, и нету каких-то проблем, там, никого не надо упрашивать. И скажите, слава богу, да, что вот такие люди остались, а то вот это неприятно объяснять людям, говорить, что вот, а сами не можете, что ли? Такой вопрос будет раздражающий, не надо, это же вот. когда такой вопрос один раз был, я пришел опять же за заявление, надо было писать, и там такая, ну, молодая. я даже потом не объясняю ничего, не говорю, что я плоховидящий, ну, я просто разворачиваю за другого человека, какого я прошу. Так мне приятно будет, вообще, такая противная ситуация. Ну, да, все классно. Я вот только один раз и то, прям не то, что, типа, сам не можешь, а просто уточнил, а ты сам не напишешь, да? Ну, я говорю, ну, как бы это проблематично. Ну, все, она без проблем не подписала заявление, все, что нужно. Так, проблем нету. Отлично. Ну, это хорошо. А вот, в плане доступности, знаешь, такая программа «Доступная среда», ну, тебе-то, наверное, в принципе, оно не нужно, но вот как вообще в Майклопе обстоят дела вот с пикающими, светофорами, допустим, там, или вот с какой-то другой доступностью? Ну, смысла нет спрашивать? Это как везде, или же все-таки что-то какие-то... ничего особенного, в принципе, ну вот, на моем пути к поликлинике, примерно, в центре я выхожу с автобусом, как своеобразный такой центр, там, и там светофоры, да, они с сигналом есть, все эти дорожки перед пешеходным-переходным, вот эти рифленые, так сказать, желтые, белых, ну, такие дорожки, в принципе, по всему городу есть, светофоры пикающие, их мало, они в таких наиболее людных местах. Понятно. Ну, у меня, слава богу, тоже, вот я в Кисловодске, у нас на проспекте, тоже практически все светофоры пикающие, вот, когда на минутку едешь, ну, станция минутка, там, там, тоже вроде пикающие светофоры, все, короче, хорошо, вот, в этом плане удобно, а, в принципе, ничего особенного другого, вот, я тоже не вижу, у нас кисло, чтобы сказать, что вот, вау, да, допустим. Единственное, вот, приятно, что здесь, все-таки, что ни скажи, вот, именно в Кисловодске, отношение к слововидящим, здесь, обыденное, как тебе сказать, привычное, к нам привыкли здесь, в этом городе, потому что, здесь колледж, здесь, вот, много таких слововидящих ребят, и, так уже не относится, как, знаешь, как к инвалиду, или, как, какому-то, какому-то, вторсотному человеку, знаешь, вот это, первые полгода, меня даже немного удивляло, когда приехал, все, и в магазине тебя создача не обманут, и, вообще, все, в общем-то, по-человечески. Да, классно, вообще, кисловодск в этом плане, вот, шикарно все, вот, поэтому, не могу ничего плохого сказать, так, смотри, а, такой еще интересный вопрос, ну, наверное, я знаю на него ответ, но я все-таки спрошу, наверняка ты, наверное, ничем не пользуешься, слышал, но ничего не пользуешься, типа, толкбэка на телефоне, там, на компьютере, какой-нибудь, инвдашкой. Я пробовал как-то говорилку поставить на комп себе, у меня хватило минут на 10 этого беспрерывного тараторения, и все, ну, потому что я, в принципе, так вижу, да, она мне, слава богу, не особо-то нужна, я поставил просто себе крупные ярлыки, крупный текст, более-менее, а сейчас, тем более, монитор новый купил, достаточно большой, и проблем, как бы, особо нету. Я тоже хочу на монитор, там, G-Style, а я знаю, что сделал, у меня, вот как обстоит дело, у меня клумб, получается, я включил контрастность, стоит высокая контрастность, и я использую NVDA, это скринридер, который отзывается, как-то типа, говорилка на компьютер, да, только, которая еще и под курсором мыши читает, там, мыши наводишь, куда-нибудь, она и зачитывает это все, это вообще, вот, мне это очень сильно нравится, и, и еще, пользуюсь лукой, в комбинации с этим, лупа, которая вызывается по клавиши, Win+, Win+, лупа, я как-то тоже пользуюсь, она очень помогает, и, для меня, все шикарно, браузером пользуюсь, Mozilla и Firefox, и, ее полностью под себя настроил, правда, после последнего обновления, как-то, они начали конфликтовать, я не знаю, вышло это обновление, у этого скринридера, у NVDA, и, я не знаю, они вот этот конфликт, устранили, не устранили, это, конечно, надо проверять, так, скажи мне, вот такую вещь, я знаю, что ты пишешь, вот, вопрос, про хобби, что является, что есть твое хобби, чем ты занимаешься в свободное время, то, что ты пишешь, я, конечно, знаю, расскажи, если это основной род твоего деятельности в свободное время, и, вообще, в целом, чем ты любишь заниматься? Ну, именно, как род деятельности, что-то, вот это вот ты молодец, я вам сейчас сказал, ладно, в общем, писать, ну да, это как основное, но, помимо этого, также я люблю посидеть, поиграться в кэмпе, посидеть, поиграться, там, города построить, открыть и строительный симулятор, ну, и так, побродить, пострелять, ну, реально... Не в Майнкрафт, ты имеешь в виду? Не, 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 в какой Майнкрафт, я тебе потом в этом, ВКонтакте, скрин с игры, в личку скину, ага, окей, подожди, то понятно, компьютерные игры, а вот расскажи о том, что ты пишешь, о том, что пишешь, пишу, а я потом ссылку на тебя оставлю, пусть не поистине почитают, пишу, я в основном, романы и жанр сказать их, чтобы вот прям точно, киберпанк, можно сказать, киберпанк, альтернативное, будущее или прошлое, вот так вот, просто каждый роман, а у тебя получается, уже прям готовый, есть, вот, полный, более того, один из них продается, в интернет-магазинах, приговоренный, максимум, можно забить, посмотрите, если лучше интересно, офигеть, ребят, слышали, приговоренные, да, сказал, приговоренная, приговоренная, автор, Максим Дымов, ну, Максим Дымов, это твой творческий, всегда, не так понимаю, вообще, здорово, а еще, еще есть, законченные романы, есть, еще, законченные, есть, что там, а давайте, не знаешь, что сделаем, а давайте, мне потом, после нашей записи, скинешь, все эти, твои, эти ссылочки, скинешь свои, как ульки не надо, нет, нет, как ульки не надо, только писюрки скин, и я вот, когда буду купить запись к подкасту, я все выложу на яндекс диске, или куда-нибудь, и дам, людям, пусть почитают, ну, тот, который продается, если я найду интернет-магазин, я сделаю прямую ссылку на него, а те, которые бесплатные, в принципе, дадим свободный доступ, да, Макс? Да, дайте просто ссылку скину на ProZo.ru, там все мои выкладываются, но самое такое свежее, у меня теперь я вот выкладываю на стене ВКонтакте, самое вот свежее, потому что на ProZo.ru довольно долго ждать придется, каких-то там обновлений от меня. Ребят, запомнили, да, вот, скина ВКонтакте от Максима Дымова, и вот реально, я немножко читал, если честно, я думал, ты просто кидаешь куски какой-то книги, которые тебе нравятся, и ты вот просто публикуешь у себя, да, на самом деле, я потом уже догнал, что ты это все сам пишешь, и, знаешь, я вот отношусь с такой большой долей уважения к тем людям, которые могут писать, я раньше в свое время пытался писать стихи, но вот у меня не настолько богат словарный топаз, чтобы позволить себе как-то вот крутить этот русский язык могучий. Стихи я пишу тоже довольно плохо, я бросил этим заниматься уже давно, так что, уважаемые слушатели, зрители, если от меня стихи какие найдете, не читайте. Да, не читайте. А вот, а вот такой вопрос еще интересный, смотри, у тебя в семье как отца эти дела обстоят? У тебя брат, сестра имеются? Ну, сестра младшая. Ну вот, и у нее со зрением все хорошо? Да, у меня у всех, слава богу, со зрением все нормально. Какой-то, это как отец, да, получается такая тема? Ну да. И, ну тут просто такой, такая формулиарка вопроса, я не хочу ее зачитывать полностью, просто вот, расспрашиваю своими словами, а вот, в семье, вот допустим, от того, что ты плохо видишь, какое-то особенное отношение к тебе есть, или же все-таки вот на равных? На равных никогда не было, какого-то особенного, нет ничего такого, как и все, как и со всеми. Как и со всеми, ну, замечательно, в принципе, знаешь, я знал, что, я знал, потому что, не надо воспитывать в себе вот эту вот особенность, я шоссомен, согласен с тобой, абсолютно с тобой согласен. скажи, а вот помимо того, что писать, а вот какую музыку ты слушаешь? Ты наверняка слушаешь, какой-то такой, мистический рок, я не знаю, как его называть? Да нет, все гораздо проще, музыку я слушаю, просто по настроению, вот, а, определенного жанра нет? вот какое настроение есть? Я могу весело мне, могу какие-нибудь там реги послушать, там, баба марли, могу и из рока что-нибудь послушать из классического, из более какой-нибудь тяжелого, такого там, с криками, воплями и так далее, просто как, кстати, какое настроение есть. Ну, такая интересная вещь, я когда в Кисловодске еду, ехать же довольно долго от Майкопа, ну, хоть по мне это долго. Я включался в наушниках музыку, так, там сборничек нашел, из разных групп и вот, такой, тяжелый рок с визгами, ором, криками, я под него засыпал. Что-то реально мне под него засыпался. А я тоже засыпал, знаешь, я, я тоже по молодости, ну, как, я сейчас тоже не старый, кто-то же старик вошелся. Сиволочь. 26 лет, я тоже раньше служил, знаешь, такие группы, как Корея, Аматори, вот, и, реально там тоже, визги, вопли, я тоже, когда куда-то ехал, всегда вот, у меня вот это играло в наушниках. И еще я слушал, альтернативный рок, мне вот больше подошел все-таки, альтернативный рок, нежели чем, вот сейчас, тяжелый, но это вот, если сравнивать то время, и это время. И, кстати, ребята, я очень активно начал пользоваться Яндекс.Музыкой, прям, шикарный сервис, я прям с него суп кипятком от счастья, прям, вау, Володя, Google, твой фигня, Яндекс.Лучше, вот, не, реально, это классно, Яндекс.Музыка, она прям, все, тебе и подборки, и, короче, то, что ты слушал по своим этим запросам, выдает тебе реально вот такие годные треки, вообще вот, очень много такой коллекции собрал, подписка недорогая, но это не реклама, мне я нас деньги не платил, я так просто вам говорю, вот, и такой, знаешь, немножко финальный вопрос, скажем так, чтобы это все не затягивать, а то мы в первый подкаст, лайфкаст, затянули на, аж на полтора часа, я теперь такую рамку поставил, хотя бы полчаса, укладываться хотя бы в полчаса, скажи, Макс, у тебя есть какая-нибудь мечта, что ты планируешь сделать дальше, вот какая-то определенная цель в жизни поставлена, новая перед тобой, первая цель была отучиться даже, вторая цель найти работу, а сейчас есть, вот, типа, что-то такое в голове, мысля, которую ты хотел бы реализовать. Ну, вот, ты спрашиваешь немножко разные вещи, цель и мечта, ну, мечта, давай, давай, давай разделим, давай с тобой ограничим, да, получается, мечту от цели, давай поговорим о мечте, вот, о чем ты мечтаешь? Ну, мечта мне все-таки, я хочу, как бы, профессионально заниматься именно, вот, своим творством, опубликоваться, получать за это гонорары, не для того, чтобы, как бы, разбогатеть, там, или, чтобы я на это жил, на это кормился, хочу заниматься любимым делом, и за это получать деньги, довольно банальная мечта. Здорово, почему это? Знаешь, если честно, крайне, вот, вот, если, наверное, мой знакомый, ты, наверное, мой друг, который, вообще, знакомый, и по жизни, который пишет, пишет, и, почему бы и нет, почему бы, почему у нас такой стереотип у людей, о том, что, если ты чем-то занимаешься, если ты не занимаешься, точнее, что, любимое дело тебе не приносит доход, скажем так, почему нельзя заниматься любимым делом, и получать за это деньги, допустим, вот, вот так надо было с самого начала сказать, это прям такой стереотип у нас в жизни сложился, стереотип жизни, вот, и я надеюсь, что ты когда-нибудь этот стереотип сломаешь, и докажешь всем, что ты классный фантаст, классный писатель, и все у тебя получится, скажи еще такой момент, а так, мы с мечтой твоей разобрались, а по поводу цели, что скажешь? Ну, цель более плоская, приземленная, это, я хочу, вообще, открыть, как бы, свой массажный кабинет, часто, на дому, у нас часто дома, хочу вот, часто массажный кабинет, это более такая приземленная, это цель, и мечта, это цель. Угу, массажный кабинет на дому, чтобы тебя знали, да, чтобы тебя обращались, Максим Андреевич, ну, ко мне и так и обращаются, Максим Андреевич, да, у меня выговорить не могут, Рободан Гаджи Омарович, да, знаешь, как я говорю, Рободан Гаджи, вы, Рободан Гаджи Омарович, или Рободан Гаджи Омарович, у меня там неправильно еще, этот, повесили мое имя, и типа, знаешь, знаешь, как написано, Рободан, потом, Гаджи, потом, Дефис, Омарович, вот, и теперь получается, что я Рободан Гаджи, Омарович, и люди вот немножко, вот, в шоке, от того, что там все так написано, как это, Омаров Рободан Гаджи Омарович, хрен за помощь, одна пыталась обращаться ко мне, так, по имени-отчеству, у нее это очень плохо получалось, вот, сказано так, хорошо, могут обращаться просто в доктор, доктор, нет, доктор меня напрягает, я не думаю, меня некоторые так называли, я так высленно угорал, вспомнил меня в колледже, и доктор, да, вот, вот, я тоже, если честно, один приходит ко мне, вот сейчас, данное, вот, в реальное время это происходит, и обращается ко мне, господин Омаров, Ого, я прям охреневаю, если честно, я говорю, подождите, какой я вам господин, говорю, вот, так, вот такая вот тема, хорошо, Макс, смотри, долго тебя мучить не буду, давай так, скажи что-нибудь, у нас же рубрика направлена на то, чтобы, я показывал, нашим зрителям, нашим слушателям людей, которые, вот, тоже, вот, имеют нашу с тобой недуг, наши с тобой проблемы, но при всем при этом, мы с тобой движемся дальше, окей, мы с тобой руки не опускаем, нам пофиг на все, и мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, собственно, у нас и на хобби есть время, и на работе есть время, и, в общем-то, скажи, что мы с тобой полностью заняты сейчас, да, вот у нас, как бы, жизнь, как бы, обычного нормального человека, ну, да, она ничего не отличается, такая же, нет никаких отличий, каких-то грамот, абсолютно, и, вот, в связи с этим, вот, вот, скажи, вот, несколько слов, тем ребятам, которые, вот у меня вконтакте писали, когда я только группа, когда канал завел, мне вконтакте в личку писали, ребят, Арабадан, там, Арабадан, знаешь, мне зовут так-то, там, мне столько до лет, и вот я теряю зрение, у меня зрение ухудшается, и я вот не знаю, что делать, и, в общем, все плохо, знаешь, конечно, таких людей можно понять, первое время сера тяжело бывает, но человек еще видит, как бы, зрение у него, там прогноз такой, что зрение не упадет у него полностью, а ведь есть ребята, у которых зрение падает полностью, и они, при всем при этом, как-то что-то еще делают, имеется в виду, умудряются быть классными специалистами в своей отрасли, есть музыка, для нас направление, допустим, есть массаж, да, вот, как ты можешь, так, их подстегнуть, допустим, слова, ну, я не знаю, когда зрение теряется, конечно, это тяжело, жесть, на самом деле, да, ну, как мне кажется, руки опускать, в любом случае, не нужно, потому что, 21 век на дворе, и это, ну, без зрения, конечно, тяжело жить, но вполне такой же, полноценный человек, член общества, больших ограничений, там, особых нету, посмотреть на многих людей, зрячих, у кого зремя хорошее, они не пользуются этой жизнью, не то, что на 100%, даже процентов на 50, вот, хотя они ни в чем не ограничены, если бы я видел, если бы то, я бы делал то-то, то-то, и был бы вот так, да не делал бы, и не был бы, как и большинство зрячих людей, жил бы такой же обычной жизнью, ничего сверх такого, чего без зрения, ты сделать, все равно не сделал, скорее всего, потому что не думал бы об этом, вот и все, и нужно относиться к себе, как к особенному, такой же ли человек, как и все, и убивает то, что многие зрячие ребята, жалуются на то, что вот, им нечем заняться, у них нет работы, вот, все плохо, некоторые, это не хочу жить, смысл, как вообще, в этой жизни, это прям так, ну, это подростковая, подростковая немножко тема, такая, не хочу жить, чем мне заняться, ну, это просто, вот, я с тобой полностью согласен, и к твоим словам, наверное, тоже, под всеми твоими словами, я подпишусь, вот, ну, что, друзья, я к вам привел, я к нам, точнее, сегодня привел, моего очень хорошего друга, и мне реально было с Максом очень приятно пообщаться, потому что мы с ним давно не созванивались, и этот звонок был первым за столь длительное время, вот, мы, в принципе, в нашей группе в WhatsApp общаемся, у нас там группа есть друзья, в котором и так, определенный круг индивидуумов, да, собирается и разговаривает на свои темы, вот, у нас, у нас до сих пор аватарки нет, ты знаешь, да, но я пока ничего особо не могу придумать, я тоже ничего не могу, ну, и пусть так будет, пока мы все вместе не соберемся, и не исполняемся, в общем-то решил расширяться, в WhatsApp проще общаться, да, намного проще в нашем, я так понял, что самый популярный способ общения для наших слабоедичных ребят, это вот именно WhatsApp сейчас, друзья, обязательно все будет, обязательно мы это все сделаем, еще раз я прошу прощения о том, что то, что видео выходит крайне редко, потому что, ну вот, не хватает на все времени, вот у меня вот были такие обстоятельства, из-за которых я не смог записывать ничего, обязательно ожидается подкаст, видеосравдение двух мессенджеров, интересных, обязательно будет распаковочка, точнее не распаковка, просто демонстрация моего нового оборудования, кстати, это сейчас новый микрофон, я надеюсь, меня слышно очень хорошо, это первая такая запись, первый тест, посмотрим, как это все будет в видеоредакторе, в аудиоредакторе, ну что, друзья, наверное, я могу сказать, что наш лайфкаст Максим состоялся, Макс, тебе понравилось? Да, хорошо пообщались, да, довольно классно, и лаконично, да, скажи, что не сильно все затянулось, и в принципе, все было подробно рассмотрено, подробно, подробно, и не затянут, а все равно тоже, никому не интересно смотреть, там, часами посидеть, ну да, я с тобой согласен, все ссылочки на книжки Макса, мы обязательно выложим, все это с Максом сейчас обговорим, как это все будет сделано, и я обязательно постараюсь под видеороликом все необходимые ссылки предоставить, ну а с вами был канал Типа Лайф, меня зовут Роботан, у меня в компании был мой друг, товарищ коллега Макс, Макс, вот, вот, всем до новых встреч, увидимся еще, друзья, пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok